Привет! Меня зовут Максим Ахмедов и я расскажу вам сегодня про одну задачу про строчки, такую очень простую и естественную, наверное, встречающуюся в качестве примера на технику динамического программирования, а то и там люди говорят, что на интервью частый вопрос, какие-нибудь софтверные компании, но мы вот займемся не тем, что делать на интервью, мы ее постараемся решить за оптимальное теоретическое время, попытаемся объяснить, почему оптимально теоретически и вообще узнаем много нового, надеюсь, в ходе рассказов. О чем же наша задача? Задача заключается в следующем. Нам дано слово, и это слово выглядит вот так. Значит, я буду рисовать на протяжении всего рассказа слова в качестве отрезков. Можете вообразить, что тут реально буквки какие-то написаны, какие-то там А, Б, С, С, В, А, но где-нибудь все эти буквы, походу. Рассказы, потому что им не нужны. Значит, это слово мы будем означать за W. Также дан словарь. Словарь это, как следует из названия, много слов. Значит, словарь D состоит из K слов. D1, D2 и так далее, DK. Каждое слово имеет какую-то свою длину. И вопрос заключается в том, можно ли разбить наше слово W в конкатенацию с какие-то словом нашего словаря. При этом известно, что слово W имеет длину N символов, а слова нашего словаря суммарно имеют длину M. Соответственно, вход задачи это слово и словарь, а выход это да или нет, зависит от того, можно ли разбить слово в конкатенацию слова-слово-нет. Он ходит константной? Значит, тонкий вопрос, но давайте считать, что он ходит константной. Повторять слова можно? Повторять слова, конечно же, можно. То есть, если, например, наш словарь состоит из слов, не знаю, ABC, CBA, C маленькая и AB, то тогда наше слово можно разбить. Типа вот таким образом, да? Если нет, то... Я нечую, если нельзя было повторять, то бы сразу M.P. трудная была задача. Если бы нельзя было повторять, то, да, вероятно, это было бы... Наверное, как, почему нельзя к этому свести, хотя бы не исходить. Да, наверное, никак. Ну, все равно, что мы сейчас во вторую часть нашего доклада будем объяснять, почему быстрее, скорее всего, нельзя сделать, сводя одну известную, также M.P. трудную задачу этому, при некотором фиксированном значении, параметра одного, то, да, скорее всего, тут много чего можно найти. Окей, значит, задачи называется задачей Word Break. Сказать, когда и кто ее первый раз поставил, я не могу, потому что я, честно, провел довольно длительное время в попытках найти, откуда вообще название-то взялось, но не нашел ничего похожего. В частности, те ребята, которые в моей статье, которую я разбирал, назвали таким образом эту задачу, они как-то постеснялись бы привезти ссылку на первоисточник, откуда они такое название взяли, потому что они явно ее не выдумали, потому что статья совсем свежая, типа там 16-го года, но раньше задача тоже так называлась. Давайте поймем, за какую сложность мы вообще хотим научиться ее решать. Ну, во-первых, у нас есть довольно простое решение за сложность О от НМ. Как же решать эту задачу за О от НМ? Ну, как я уже сказал, эта задача – это хороший пример на технику динамического программирования, поэтому можно попытаться придумать здесь какое-нибудь решение, которое происходит за динамическое программирование. Как же это сделать? Ну, давайте рассмотрим следующий набор величин. Вот наша… Давайте я где-нибудь в другом месте нарисую. Значит, вот наша строка. Давайте изобразим ее позиции, видите, точку на отрезке. Значит, 0 – это начало строки, N – это конец строки, а буковки, они расположены вот между точечками. Соответственно, таким образом у нас у нас есть плюс одна точечка, которая отвечает, на самом деле, префиксам нашей строки. Точка 0 отвечает префиксу пустому, точка N отвечает префиксу длины N, то есть всей строке, а все промежуточные точки, не знаю, точка I отвечают префиксу длины I. Давайте рассмотрим следующую величину. Величина PID – это будет 0, либо 1, в зависимости от того, можно ли разбить префикс длины I на слова из нашего словаря. Если префикс длины I разбивается на слова из нашего словаря, это будет 1, в противном случае это будет 0. Вот зададимся целью посчитать все значения по 0, по 1, так далее, по N. Легко видеть, что их можно посчитать ровно в таком порядке, используя технику демиологии по программированию. Что это значит? Это значит, например, следующее. Вот, предположим, мы вычислили значения P0, P1 и так далее, вплоть до P1. Мы проверяем, можно ли или нет, но на самом деле все алгоритмы, которые у нас получатся, они будут уметь еще и восстанавливать само разбиение какое-нибудь количество искать. Скажем, на максимальную, минимальную, максимальную стоимость. Надо подумать. Мне кажется, что если... Нет, нет, не получится, нет. Ну, в прямом виде, скажем, искать разбиение на какой-нибудь набор слов минимальной стоимости, мне непонятно, давайте не забегать вперед, когда я расскажу полное решение. Скажем, какое-нибудь. Значит, мы ищем, на самом деле мы даже проверяем, у нас просто decision problem, мы проверяем, можно ли разбить или нет. Так, значит, ответ это да или нет? Окей. Давайте поговорим для честности решение за ОТН. Мы уже решили, что мы будем искать величины P и T, которые определяются, как можно ли разбить проект или И на словарь словля или нет. Как же пересчитывать эти величины? Например, мы уже знаем точно все значения с нулевого по ИТ. Как определить какие-то последующие значения? Ну, нужно сделать, например, следующую вещь. Нужно сказать, что если в И у нас написано единичка, то тогда нужно рассмотреть всевозможные слова-словаря нашего, которые начинаются в позиции И, которые можно в нашей строке выделить сначала в позиции И, и вдоль всех этих слов, которые я изображаю стрелками на рисунке, нужно эту единичку распространить вперед. А именно, если мы знаем, что по ИТ равно 1, и в позиции с И по Ж у нас есть вхождение какого-то слова нашего словаря, тогда по ЖТ точно гарантировано одной единичке. Соответственно, нужно такую процедуру сделать в позиции И, и после этого перейти к следующей позиции. Это описывает решение с помощью динамического программирования, которое, я, честно говоря, не знаю, как это строго в науке называется, по-простому, кажется, на жаргоне это называется как с помощью динамического программирования вперед. Forward propagation. Это называется forward propagation. Значит, это решение, которое рассматривает какое-нибудь уже заведомо известное значение нашей функции и распространяет его вперед. Можно рассмотреть обратное, по-другому устроенное решение, тоже с помощью динамического программирования, которое, кстати, работает несколько лучше, если в нем используют один известный алгоритм. А именно, вот это вот решение, давайте поймем, за сколько оно работало. Оно работало ровно за время от NL, по той простой причине, что мы для каждой из M позиций перебирали, какое слово можно приложить, начиная в этой позиции, и за линейное время от длины слова проверяли, входит ли оно в нашу строчку. Соответственно, в каждой позиции мы, на самом деле, сканировали целиком весь словарь. Суммарно для всех слов в нашем словаре это ровно M. Окей. Давайте попробуем сделать по-другому. Если бы мы захотели сделать решение по-прежнему с помощью динамического программирования, но которое используют не Forward Propagation, а, попробую угадать, Backward Propagation, нет? Кажется, так не говорят. Не говорят. Вот в этом все проблемы. Я еще нашел термины BottomUp и TopDown, тайные программы, но это кажется, скорее, про топ-комплементировать, типа, в виде курсин функций с меморизацией. Скорее, BottomUp. BottomUp, да, потому что здесь нет никакой регистрационной функции. Если вы говорите динамик, теперь динамик назад, мы не умрем. Да, мне просто интересно было снова узнать, как это по-нормальному называть, потому что я-то со своим олимпиадным прошлым, конечно, так называю это, но, типа, вперед, девять-назад. Но в науке-то, наверное, есть для этого какие-то хорошие термины? Backpropagation из нейронных сетей здесь неприменимо? Что прохождение? Backpropagation. Ну, по смыслу, нет. Я не знаю, что на посмыслах значит там. Хорошие рецепты, думаю, как бы. Хорошо. Я напишу неграмотное, что Backpropagation, которое будет называться. Вот вы, наверное, думаете, зачем он посвящает свое время такому глухому моменту, как то, в каком порядке динамиков считать, а вот, оказывается, в этом есть важная часть нашего лучшего алгоритма. Значит, то, что я назвал Backpropagation. Можно считать наши величины PIT по-другому. А именно, можно каждое следующее PIT, в предположении, что все предыдущие посчитаны, определяется следующим образом. Нужно найти все слова, которые заканчиваются в нашей позиции. Если хотя бы для одного слова, которое заканчивается в нашей позиции, слове словаря, разумеется, в его начале написано единичка, то тогда эту единичку можно распространить в нас. В противном случае, в нас будет написано 0. Если проделать такую операцию по всем i от 0 до m, то тогда мы узнаем для каждой позиции, можно ли цирку разбить приехать, из которой не заканчивается, на слова и словаря. Если делать это в лоб, то сложность получать, конечно, та же самая от nm, но если применить какой-нибудь единственный, наверное, алгоритм, который позволяет не наивно искать вхождение нашего словаря в наш текст, а как-то более умно, например, за количество этих вхождений, то полученный алгоритм удивительным образом будет иметь сложность O от n корней из m плюс m. Давайте поймем, почему так. Вот, предположим, мы воспользовались алгоритмом, который носит имя Ахом Карасик, который позволяет найти все вхождения нашего словаря в текст за время O от количества вхождений плюс длина текста плюс суммарная длина словаря. Вопрос. Как можно оценить количество вхождений нашего словаря в наш текст? Вот, оказывается, оно оценивается как n умножить на корень из m. Почему? По следующей причине. Давайте наше вхождение классифицируем следующим образом. Мы будем посчитать в отдельности вхождение слов длины 1, слов длины 2, слов длины 3 и так далее. Вот пусть... В этом можно будем считать, что все слова в словаре различны? Да, пожалуй, это ценное замечание. Давайте считать, что все слова в словаре различны. Различные слова. Без этого, конечно, оценка будет неверная. Если мы возьмем m буквок а и строчку, состоящую из n буквок а, то, конечно, вхождение будет и нам. Но нас такой оригинальный случай не интересует. Мы будем считать, что все слова в нашем словаре различны. Окей. Значит, количество вхождений. Это сумма по всем... Давайте обозначим за l от 1 до n. Количество вхождений слов длины l в нашу строчку. Теперь заметим, что количество вхождений слов длины l в нашу строчку, оно, вот каждое такое вот слагаемое, оно в одиннадцати не превосходит n-l плюс 1. Ну, потому что ровно столько под строп вообще длины l у нас есть. А теперь заметим такой забавный факт, что количество различных длин, которые могут встречаться среди слов нашего словаря, оно само в себе ограничено асимптотическим корнем из m. Потому что если у нас в словаре есть слова хотя бы k различных длин, кого вы заняты? Хотя бы, давайте, c различных длин, то тогда суммарная длина слов в нашем словаре уже обязана быть хотя бы 1 плюс 2 плюс так далее плюс c. А это c на c плюс 1 пополам, и это должно не превосходить m. Стало быть, c асимптотически не превосходит корень из m. Это означает, что вот здесь вот ненулевых длин, которые вообще фигурируют в этой сумме, их не больше, чем асимптотический корень из m. Если каждое из этих количеств вхождений не превосходит m, то тогда получается, что это асимптотически не превосходит m корени из m. Ну или k, наверное, еще, да, или k. Что-что? Ну, минимум может быть, да. Можно написать минимум, да. Можно еще вспомнить, что у нас в словаре всего k слов, то есть здесь написать минимум из k и корени из m, но я думаю, что нам это не пригодится. Мы будем писать оценку в зависимости от m и m, потому что это на самом деле параметры, которые задают размеры ввода в нашу задачу. Мне нам интересно посмотреть с такой точки зрения, как в зависимости от размера ввода у нас какую сложность иметь алгоритм. Окей. Значит, мы поняли, что если воспользоваться алгоритмом ахокарасик, который находит все вхождения, он выписывает все позиции, все пары и жи, в которых находится вхождение какой-то строки нашего словаря в строку w, причем ровно за количество этих вхождений плюс суммарная длина строки и словаря, то тогда сложность в нашем алгоритме получится какая? Ну, она получится, строго говоря, o от n корней из m плюс n плюс n, но так как n мажорируется, n корней из m, то я здесь n сотру и оставлю только плюс n. Окей. А где мы здесь бэккорд использовали? Где мы здесь использовали бэккорд? Ну, здесь полезно вспомнить, как работает алгоритм ахокарасик. Работает он следующим образом. Мы скармливаем некоторой структуре данных, которая строится в алгоритме, а именно некоторому автомату, буковки нашей строки одну за одной, и в каждый момент времени автомат способен сообщить, какие вхождения заканчиваются ровно в данном символе. Ну да, ну, грубо говоря, можно сначала сделать, а потом, конечно, после. Да, верное замечание в том, что здесь использование бэккорд пропагейшн, оно принципиально, если мы хотим не выписывать все эти вхождения, потому что это может потребовать там инкарнизма памяти как раз, а хотим, скажем, с линейной памятью обойтись и найти ответ на задачу. В таком случае мы будем использовать бэккорд пропагейшн. Окей. Хорошо. Давайте пройдем дальше. Я сотру детали про количество различных, потому что это нам понадобится сейчас. Вот в картиночке нам сейчас понадобится. Какое время в итоге у нас получается? На текущем момент времени у нас получилось время n корня из m плюс m. Что уже на седневной конференции? На собеседованиях я это не спрашиваю. На собеседование... Ну, это такой высший колонаж, мне кажется, потому что могут как бы... Можно до седневного не ответить. То есть это вполне реально придумать, как мне кажется. Но типа... Ну, если намекнуть, как-то... Ну, там, да. Но вот дальше... Дальше начинается магия. То есть на самом деле сейчас еще раз ключевой факт, это что сумма, что количество вхождения. Количество вхождения, кстати, говорят в некой степени графа. Да, вы видите? На самом деле входящая степень каждой вершины. То есть, что ревер в графе, который образует пара позиций, между которыми это как ключевое вхождение. Да. А самый граф не может быть очень плотный? Да. Он не может быть очень плотный. На самом деле, мы сейчас чуть-чуть эту мысль разовьем. Вот смотрите. Мы уже поняли, что можно двумя разными способами считать вот эти вот наши величины по ИТИ как динамическим программированием. Чем эти способы отличаются? Тем, что один из них рассматривает стрелочки в порядке по левому концу в этот вот backward propagation и потом переходит дальше. А второй рассматривает стрелочки в порядке по правому концу и после этого переходит дальше. На самом деле, можно чуть-чуть обобщить эти подходы и сказать, что у нас есть некоторая схема вычисления нашей функции, которая означает... Вот что такое схема? Схема это, на самом деле, порядок рассмотрения стрелочек. А рассмотрение стрелочек отвечает следующим операциям. Когда мы смотрим на какую-то стрелочку, если мы видим, что у нее в левом конце написано единичка, то мы в правый конец ставим единицу, если там еще не стоит единичка. Давайте поймем, какие требования накладываются на нашу схему, то есть наш порядок рассмотрения стрелочек, чтобы в конце работы нашей схемы у нас получилось корректное значение в каждой... Каждое значение по единице оказалось корректным. На самом деле нужно следующее. На самом деле нужно, чтобы к моменту, когда мы... Как сказать аккуратно? Значит, необходимо, чтобы к моменту, когда мы используем какую-то стрелочку, замахнуться на стрелку сильное описание того, как нужно действовать правильно, давайте я расскажу, как заведомо... То есть, как можно построить корректную схему чуть более общим образом, чем так или так. Давайте скажем, что мы будем рассматривать позиции слева направо. У нас будет переменная счетчик х, который пробегает от нуля до м. Значит, вот мы стоим сейчас в какой-то позиции х. В каждой позиции х мы будем рассматривать некоторое множество стрелок, которые проходят над х, то есть, начинаются в какой-то позиции в х или левее, и заканчиваются в какой-то позиции строго правее х. Значит, мы рассматриваем какие-то стрелки и ж, и вдоль этих стрелок распространяем наше значение. Какие именно стрелки мы будем рассматривать для каждого х? Необходимо, я утверждаю, чтобы каждая стрелка была рассмотрена хотя бы один раз. И этого достаточно для того, чтобы в конце, когда мы со своим этим х пройдем от нуля до n, чтобы у нас каждое значение пыритное приняло свое окончательное значение, чтобы это значение было корректно. Давайте поймем, почему это так. Значит, во-первых, необходимо посмотреть на все стрелки, во-вторых, у меня будет некоторая моя текущая вершина, которая ползает слева направо, и в каждый момент времени я рассматриваю только стрелки, которые проходят над текущей вершиной. Значит, у этого будут два пункта программы моей партии. Почему? В самом деле непонятен, то есть, такой императива в пункте нет. Никакой штаб? В первом пункте есть понятный императив, все стрелки нужно посмотреть. в пункте императива нет? А что я рассматриваю? Рассматриваю. Императива нет, он описывает... Я считаю, что если релки писать не в том порядке, кто не срастет? Не в том, ни в каком. задавный период, в точке, и надо все, что было почти. Ну, сроку говоря, я не могу так в отходу сформулировать, в каком порядке нужно рассматривать стрелки, то есть, какое-то необходимое условие, которое переводит только порядком рассмотрения стрелок, которое объясняет, когда у меня получится в конце корректный результат. Я сейчас не пытался это сделать за 20 секунд, но у меня не получилось. Но я могу сказать, что если можно это представить в виде сопоставления каждой вершине тех стрелок, которые над этой вершиной мы рассмотрим и последовательно просмотреть совершенно с нулевой по эндую про активировать все стрелки, которые проходят на каждом из этих вершин, то тогда у меня в конце получится корректный результат. Давайте я сейчас объясню, зачем я вообще на то же или нет. Наш алгоритм итоговый, он на самом деле будет смотреть несколько раз на одну душе дубу, но это не правда, что просто последний раз, когда мы смотрим, вы все должны уже прийти, это как? Это недостаточно. Мы обрабатываем тук, которые приходят вы за этого, но не все и просто это отработает. Ты хочешь сказать, что когда мы обрабатываем стрелку из жилья, необходимо, чтобы все стрелки, которые приходят в И, уже по этому моменту были активированы. Когда бы мы ее не обрабатывали все равно в таком способе и все уже будет обработано. В таком способе, да. То есть мы хотим фактически, чтобы из каждой стрелки можно было выбрать внутреннюю точку, так чтобы эти внутренние точки шли по порядку. Да. Я хочу посмотреть действительно такой конкретный способ просмотра стрелок, который определяется действительно в некоторой одной выбранной точкой внутри каждой стрелки. Значит, давайте вот качественный пример. Например, я мог бы поступить следующим странным, на первый взгляд, способом. Я могу сказать, что я для каждой стрелки и жи рассмотрю, скажем, центральную точку на ней, вот точку и плюс жи пополам, а после этого я буду рассматривать стрелки в порядке вот этой вот центральной точки. И каждый раз, когда я просматриваю какую-то стрелку, производить такую операцию, что если в левом конце моей стрелки написана единичка, то я распространяю эту единичку в правый конец. Почему это корректный способ? Давайте поймем, почему так. Вот я утверждаю, что к моменту, когда я буду рассматривать стрелки, у которых представитель находится в точке х, вот я утверждаю, что к этому моменту у меня финализированы все значения слева от х. Почему? Ну, это, проще всего, показать по индукции, потому что, значит, предположим, что так, предположим, что я завершил свой алгоритм вплоть до шага х-1. По предположению индукции у меня все значения до х-1 вплоть, они корректны. Но это часто означает, что все возможные стрелки, которые приходят в позицию х, у меня тоже просмотрены. Потому что не может быть такой стрелки, у которой середина была бы правее, чем х-1, и она заканчивается в х. Окей, это означает, что в х у меня тоже корректное значение. Надо проактивировать все стрелки, которые в середине находятся в х, и совершить индукционный переход. Понятно ли? Середина немножко справа здесь смотрится. в данном рассуждении середина была совершенно не критична. В данном рассуждении мне было достаточно, что я для каждой стрелки ижи, давайте я формально запишу, каждой стрелки ижи я сопоставляю некоторую точку х, которая принадлежит полуинтервалу от и до жи. Вот если в каждой точке стрелки ижи сопоставлена какая-то внутренняя точка на полуинтервале такого, то рассматривая мои стрелки в порядке этих выделенных точек и активируя, соответственно, каждый раз когда я пришел в какую-то там позицию х и активирую все стрелки, у которых предстоит х, вот я отражаю, что такой алгоритм он мне приведет к успеху. Нельзя сказать проще, что всякий раз когда ты двигаешься направо, стрелки, которые заканчиваются в новый и координате были посмотрены. Да, это верное утверждение, которое я просто сказал не в формате. Более вообще даже звучит как-то, это будет конкретный способ даже, это, конечно, киваринция. Ну, я сейчас почему я ввожусь с этим экзаменом? Потому что я сейчас опишу вполне конкретный способ получения по стрелке этого самого представителя. И этот способ он на самом деле будет основополагающей идеей вообще о всем алгоритмах. Потому что после этого дальше уже будет такое, в каком смысле делать технику. Значит, давайте еще заметим такую вещь. Мой способ определения в каком порядке рассматривать стрелки, он на самом деле не должен в идеальном алгоритме, который я хочу придумать, он не должен включать себя просмотр всех стрелок, которые вообще есть. Потому что их уже хотя бы карниза. возможно построить А напомню, во что мы целимся? Вот. Давайте поймем, во что мы целимся. Настало время раскрыть ответ, а именно он был раскрыт еще в аннотации. Мы целимся во время M корень кубический из M плюс M Значит, сейчас мы с вами попытаемся примерно за 40 минут разобрать почему как построить алгоритм с такой сложностью. Осталось 20 минут я попытаюсь провести, объясняя почему скорее всего это в некотором смысле самое лучшее время. Может быть. Это не точно. Это не точно. Окей. Давайте поймем, в каком порядке мы будем рассматривать стрелки. Итак, я утверждаю следующее. Вот пусть у меня есть точка X. X это некоторое целое число от 0 до N. Ну, это число от 1 до N. X не совпадает со стартовой вершиной. Значит, в позиции X я определю максимальную степень двойки. Степень двойки на которую делится X. То есть, это такая степень двойки Q, что X делится на Q, но не делится на 2Q. Вообще, во всем моем дальнейшем рассказе Q всегда будет означать степень двойки. Это можно запомнить, это просто упрощает дальнейшее вычисление. Я найду максимальную степень двойки, на которой делится X. И я утверждаю, что в позиции X я рассмотрю все стрелки, которые идут, которые проходят над X и имеют длину меньше, чем 2Q. 2Q. То есть я рассмотрю все такие пары ижи, которые проходят над X и у которых длина строго меньше, чем 2Q. Ограничения снизу действительно нет. Что это означает? Это означает, что в единичке я рассмотрю все накрывающие ее переходы длины строго меньше, чем 2. 2Q. Я рассмотрю все накрывающие переходы не больше, 4Q. В троечке снова длины не больше, чем 2Q. В четвертке уже строго меньше, чем 8Q. И так далее. Таким образом получается такая довольно часто возникающая во всех разных продвинутых алгоритмов структура, а именно 1,2,1,4,1,2,1,8 и так далее. И вот нужно еще умножить на 2 и написать знак меньше. Маленькое замечание. Правда, что все переходы из нуля мы изначально рассмотрели отдельно? Да. Чтобы совсем строгим быть, нужно сказать, что переходы из нуля мы рассмотрели отдельно или сказать, что в нуле вот эта степень двойки, на которой он делится, ее нужно просто принудительно положить равный n, округлый вверх. Технически это верно. Значит, технически это верно, да, можно умножить единицей. Но если умножить единичек, поэтому мы остановимся договоримся. Окей. Значит, вот, что можно сказать, этот способ просматривает каждую стрелку сколько раз? Кажется, что некоторые стрелки может просмотреть больше одного раза на скидку, но мы сейчас покажем, что он советуем о каждую стрелку хотя бы один раз просмотрит. Как же это показать? Ну, правда, что не больше некоторые константы раз каждую стрелку? Не знаю. А не то, чтобы он стрелку, которая идет от 0 до m, он рассмотрит логарифм вообще линейное количество раз? Нет, потому что он будет рассматривать ее только если она меньше. Он рассматривает меньше. Может быть и константная, ладно. Я чуть-то не уверен, но на самом деле нам сейчас не понадобится это знание, но нам сейчас важно убедиться, что мы хотим каждую стрелку хотя бы один раз на просмотре, потому что без этого просто не будет работать наша схема вычисления функции металдиометического программирования. Давайте убедимся, что для любой стрелки из i в j хотя бы один раз мы ее просмотрим. Как это сделать? Вот пусть у меня стрелка есть из i в j. Я утверждаю, что нужно найти максимальную степень двойки q, которая меньше не поравна, чем j-i, а дальше я утверждаю, что хотя бы одно число на полуинтервале от и даже найдется, которое делится на эту степень двойки q. Это понятное утверждение, потому что здесь есть ровно g-i последовательно подведущих чисел, хотя бы одно из них на q будет делиться. Пусть это число x. Окей, что мы знаем? Мы знаем, что x делится на q, а еще мы знаем, что q это была максимальная степень двойки, не привезла g-i. Это означает, что 2q было уже больше, чем g-i. Это означает, что эта стрелка попадает в спектр стрел, которую мы рассматриваем в позиции x. Окей, понятно ли, что если мы будем рассматривать в каждой позиции именно такие стрелки, то в конечном счете мы получим правильный ответ. Не надо ли здесь что-нибудь пояснить? Хорошо, сейчас мы научимся распространять значения слева от x направо от x при условии, что мы раскладываем n такое множество стрелок с использованием некоторых технических средств. Не посмотрев всегда на них все. И при этом не посмотрев на каждую из них в отдельности. Посмотрев на них все, но не посмотрев на каждую из них в отдельности. Такая бумаги. Окей. Это абсолютно верное замечание. Сразу видно, человек опытный. Так, значит, давайте сделаем еще один промежуточный шажок. В чем он будет заключаться? Вот мне будет неудобно рассматривать переходы, которые выглядят как все строчки длины от 1 до 2q-1. Это немножко неудобно. Поэтому я введу дополнительное обозначение. Давайте считать, что dq это все строчки, у которых длина лежит в диапазоне от q до 2q-1. то есть строго меньше, чем 2q. То есть я разобью мой словарь на логарифмическое число кусочков. А именно d это d1 в объединении с d2, с d4, с d8 и так далее. Соответственно, dq-t это все строчки, у которых длина лежит от q до 2q не включитель. У включитель от q нет. Тогда давайте я запишу факт, что мы в нашем x рассмотрим именно такие строчки следующим образом. Вот я буду говорить, что у меня возникает батч, который представляет себя следующим. Батч задается куском моего словаря позиции x а также давайте я уже подозначаю это как p, а также отрезком значений функции p на позициях с x-2q по x. Сейчас я расшифрую, что это значит. Что это в 2q не включительно. Да. смотрите, я сказал, что я разбил все строки, которые проходят над позицией x на весь диапазон от 1 до 2q минус 1 я разбил на алгоритмическое количество кусочков. Понятно, что его может представить в виде из каких-то вот таких вот декутах. Грубо говоря, декута состоит из слов, длины которых отличаются не более чем в 2 раза. Вот я разбиваю на такие батчи все слова, которые теоретически могут проходить над моим x-ом. Чем задается батч? Он задается позицией, он задается степенью двойки, которая отвечает за пределы, в которых лежат длинные эти слов. А еще, когда буду обрабатывать этот батч, мне важно знать значения моей динамики к этому моменту. Какие значения мне важны? На самом деле мне важны только те значения, до которых я могу дотянуться стрелкой длины не более чем 2Q-1. Если я возьму стрелку длины 2Q-1 и нарисую так, что она заканчивалась в x, то она начинается будет в x-2Q-1. Это означает, что меня интересуют значения на отрезке от x-2Q-1, что я записал в виде такого полуинтервала левонаправленно, и вплоть до x. А из x-а стрелка может выходить? Из x-а она может выходить. То есть в момент, когда я рассматриваю x, считается, что в px у меня значение уже финализировано. Это постобработка такая? Это обработка, ну как, можно сказать, что это некоторый частный случай forward propagation, но который по середине отрезка. Да, рассматривает переходы в какой-то произвольный момент времени посредине левнивый forward propagation, потому что мы должны были сделать раньше, а почему-то делаем сейчас. Запоздавый. Запоздавый. Время на то, что мы хотим схитрить. Да. Хорошее наблюдение. Уже высказанное левое. Ты же не лог пытаешься скрестить, ты пытаешься. Еще раз? Нет, я бы поверил, если бы ты сказал, что сейчас разрежем p на фрагмент динамитрии от лог n и трех чиселых русских посчитаем. Это все равно не поможет у нас уже строка есть. Нам по-любому нужно в неявном виде обратиться к нему. И еще раз, динамитрия на плане пришел в нашей аудитории. Принцип Евстропова. Парадигма, я попросил. Парадигма. Окей, значит, давайте поймем, зачем я вообще эти батчи льел и почему мне не жилось с... Поградите, что пока это объект весьма метафизический. То есть, что такое dqx более-менее понятно, а что такое p, в смысле тоже понятно вектор, битовая строка, ну смотри, значит, зачем, какой физический смысл этого p? Физический смысл следующий. Моя программа, как она вообще будет выглядеть? Она будет выглядеть следующим образом. Я иду, я рассматриваю мои батчи в порядке возрастания икса. В момент, когда я рассматриваю вот такой батч, я утверждаю, что у меня все значения p вплоть до иксового, они финализированы. Это означает, что у меня есть набор вот этих значений. Я просто явно позову сейчас функцию, которая мне обработает этот батч, то есть распространить значения вот отсюда, вперед, по всем стрелкам, которые лежат вот здесь вот. Ледом явно не будет. Понятно, но давайте ничего не проясни. Пока я не прояснил, как именно я это буду делать. Но концепция, вроде, должна быть ясна. То есть... Зачем ты скопировал этот фрагмент битовой строки? Зачем это? Ну, давай поймем, что я не сделал накладной расходы. Ну, я не делал работу лишней от того, что я скопировал этот фрагмент битовой строки. На самом деле, для этого нужно посчитать немножечко. Например, сколько у меня батчей? Вообще, нужно ввести некоторое понятие, которое определяет батч. Вот давайте говорить, что q это ширина моего батча. Вот давайте такой термин введем. Это батч ширины q. Вот, что можно сказать про количество батчей ширины 1? Сколько их у меня? А, по-моему, это пополам. Верно. Батчей ширины 1 у меня будет n штук. Батчей ширины 2 у меня будет уже n пополам. Штук, потому что в каждой второй позиции мне понадобится батчей ширины 2. Батчей ширины 4 будет n на 4 и так далее. Это, в частности, означает, что суммарный размер всех вот этих вот моих битовых строк, которые будут передавать в процедуру обработки батча, он будет всего-навсего n лог n. А n лог n это сильно меньше, чем то, во что мы целимся, поэтому столько потратить себе не жалко. Окей. А реально, в статье написано, что там n должен быть больше публического логарифма n, что ли? Они забили вот на эту часть, но... Формально может быть так, что... Да, конечно, конечно. Это хорошее наблюдение, что на самом деле здесь еще есть слагаемое ровно n лог n. n лог n? У тебя тоже, что там ровно м лог n, Сейчас, 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 там, 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 н лог n, Так, а, все, n лог n. У нас тут n лог n уже есть. А есть у нас n лог n, который может быть еще больше, на вот сглазовой короткий. Давайте сейчас соберем, походу, логарифм все дескалаймеры, которые авторы забыли обстоять. Значит, окей. Что я хочу сказать? Теперь, сейчас будет то, во что мы будем целиться при обработке батча. Давайте еще не соткну. Я хочу стереть. Батч не стирай, это кажется, сонар. Что не стирать? Батч не стирай. Батч. Батч не стирай. Батч мне еще понадобится. Значит, вот так вот. Пошел второй час собеседника. А Максим уже готов взять на новую собеседника, если не уходит. А товарища, товарища Брингмана было уже не остановить. Так, окей. Я утверждаю, что батч ширины Q мы сейчас научимся обрабатывать двумя способами. Одного алгоритма будет мало. Мы учимся двумя. Во-первых, у нас будет алгоритм, который обрабатывает обрабатывать бать ширину Q за Q в квадрате. Во-вторых, у нас будет алгоритм, который обрабатывает бать ширину Q за время O от корня квадратного из M Q лог L. Такое очень естественное время. Давайте, прежде чем я расскажу, как мы это будем делать, мы поймем, что это вообще хорошо. И увидел он. Значит, поймем уже, почему это хорошо. Давайте посчитаем, за сколько мы тогда можем обработать все наши батчи. Ведь понятно, что когда мы обрабатываем батч какой-то ширины Q, мы захотим его обработать на самом деле за минимальное из этих двух времен. Потому что если у нас есть два алгоритма, то почему бы не обработать более быстрым из них. Тогда время нашей работы давайте обозначим его за B оно будет равно сумма по всем степеням двойки минимума из Q в квадрате корень из M Q лог M. Это сложность выполнения одного батча ширины Q. И нужно умножить, на сколько батчей таких у нас будет. А их у нас будет N делить на Q, как я заметил, Максим. Давайте это преобразуем немножечко. это N на сумму по всем степеням двойки Q минимума из Q и корень из M лог M делить на Q. Правильно? Окей. Как ведет себя вот эта вот функция? Она устроена следующим образом. Я думаю, что мы сейчас сотрем. Ничего, приравняйте и все через труда. Хорошие наблюдения. Можно просто приравнять и все. Нам в основном растет, и бывает. Действительно, у них графики выглядят примерно следующим образом. Вот это вот Q, а корень из M лог M делить на корень из Q это такая логода. Где же они пересекаются? Пересекаются они в точке, в которой Q равно корень из M лог M делить на Q. Если решить это уравнение, давайте я решу, то возникает то, чего мы здесь так долго ждали. Возникает третья степень. А именно Q равно в этой штуке означает, что Q в квадрате равно M лог M делить на Q. Значит, критическое Q это корень кубический из M лог M. Наконец, осталось заметить, что действительно слева от этой точки мы будем пользоваться первым алгоритмом, справа от этой точки мы будем пользоваться вторым алгоритмом и на самом деле сложность работы что части слева что части справа она будет ровно ровно вот такая ну, каждый слагаем оно будет по порядку не, давайте аккуратно скажем. Значит, у нас вот это разбилось в сумму по Q меньше, чем корень кубический из M лог M Q там еще знаете M на все это дело плюс сумма по Q больше, чем то же самое Q растут по экспоненте, поэтому важно одно с логами. День на Q да нужно сказать следующую вещь, что вот это на самом деле сумма геометрической прогрессии, потому что каждый Q растет по экспоненте, значит можно ограничиться последним слагаемым, а последний слагаемый имеет ровно такой порядок корень кубический из M лог M здесь на самом деле все ровно то же самое здесь тоже экспонента только убывающая и с шагом корень из 1 делить на корень из 2 поэтому здесь тоже можно ограничиться вот этим самым последним слагаемым который к точке пересечения больше всего значит вот это вот все добро оно просто асинктотически эквиваляна M корню кубическому то есть M лог M окей значит если мы умеем обрабатывать один батч за время минимум из вот этого и вот этого то у нас получится вот та самая желанная асинктотика да это я по памяти неправильно воспроизвел это я сейчас когда писал потому что уже неточность была в этом месте давайте я где-нибудь буду писать какая у вас асинктотика значит я утверждаю что это M корень кубический из M лога плюс M осталось научиться в процессе двенадцать осмотров ага у нас на это двадцать минут так устало время что-нибудь стереть значит мы помним обозначение так мы а я думаю что может стереть анализ сложности все ли поверили что если мы умеем вот такие два алгоритма предъявлять для обработки батча то итоговая сложность будет N корней кубических изомога есть ли вопрос по этому тогда стираю обыколотки и мы остаемся один на один батчами ширины Q двумя алгоритмами которые мы пока еще не знаем ну подскажите мне как же обработать батч ширины Q за время от Q в квадрате только у нас есть мысли перебрать стартную позицию перебрать конечную понять есть ли ребро понять есть ли ребро хорош наблюдение ну тут еще такой вопрос возникает как понять что между ними есть ребро только не долю захрешивать вроде карасик Лава Ланцестер в карасике не нужно Лава Ланцестер в карасике просто алгоритм Ахо Карасик прогнать по окрестностей ширины 2Q вокруг X он просто все расскажет он выдаст тебе список пар где есть эти вхождения а пар будет не больше чем Q в квадрат хорошее убеждение значит я утверждаю что алгоритм заход Q в квадрате это выделить кусочек из тех самых интересующих нас позиций от X-2Q до кажется X-2Q тоже не включительно да потому что это ровно то где могут заканчиваться вхождения которые пересекают X взять вот эту вот строчку и явно на ней запустить алгоритм Ахо Карасик с словарем DQ и что такое строкой за сколько он будет работать он будет работать за при процессе вот важно понять за сколько он будет работать во-первых при ответе на этот батч во-вторых еще учить при процессе можно сделать один раз для каждого DQ для каждого DQ может сделать что-то будет повторяться там двойка повторяется полна раз хорошее наблюдение во-первых на каждый батч это линия по словарю потому что нет не линия все-таки лок если все слова маленькие то каждый страдает слово в раз каждое слово в одном DQ лежит нет а в одном DQ в одном DQ DQ это разберение это разберение слов на непресекающих под словарь а почему тогда батч у нас эту DQ мы должны батч учесть нет вот об этом было реческое расступление на самом деле когда я начинал говорить про то что нахожу максимально в локе все слова длины до 2 ку-1 это не BATCH это на самом деле объединение количество батчей но все мои последующие оценки уже не разговаривайте сколько у меня батчей они все прямыми уверены у меня батчей ширины 1 там NTT просто несколько батчей я разбиваю каждую позицию разбиваю сколько батчей и отдельно будем эти батчи сейчас вырабатывать полностью зачем я это сделал потому что для батчей маленькой ширины я использую один удалит другой они мне вырисованы в одну кучу у меня не получился здесь То есть какая же будет сложность в этом алгоритме? Во-первых, на каждый батч мы затратим время у квадрат на выписывание всех наших вхождений и на все про все. Плюс еще время Q, это длина нашей строки. Но это можно и не писать, потому что мы уже живем в первом. И на самом деле здесь, если бы я честно применял каждый раз с нуля алгоритмах у караси, мне нужно было бы еще написать размер словаря dq. Но так как словари у меня для разных батчей одной и той ширины, они одинаковые, то я могу сказать, что у меня еще есть при процессе на каждой dq сложности какой? Сложности размера dq. Давайте обозначать двумя палочками, мы можем обозначать суммарный размер слов внутри dq. Хорошо, какая же получится сложность, если просуммировать... Ну вот про это мы уже поняли, это u в квадрате, и оно попадает в те самые n корней кубических из 1 грамм, мы тут считаем. А вот это вот не добавит ли оно никаких дополнительных расходов? И какая м просто? На самом деле, если просуммировать по всем q, то получится просто тупо m, потому что в dq они разбивают словарительные части. Это не может быть кривоугольным камнем решение, потому что и раньше был ахукарасик, и сейчас много мелких ахукарасиков, просто с меньшим... Ну кривоугольный камень, правильно, он плетит, мы к нему еще не приступили. Точнее нет, там на самом деле два таких кривоугольных камня, и один из них мы уже прошли, это соображение о том, что нужны у него две такие сложности, а второй еще тут впереди. Окей, значит, вот вроде как с вот этим случаем мы разобрались целиком. Есть ли какие-нибудь вопросы? Если нет, то сейчас начнется самая каккорная часть благодаря этому. Так, хорошо. Чего из этого можно стереть? Можешь еще раз повторить полу набор бачей, вот более ярко рассказать? Более? Полу набор бачей, который как раз... В смысле, почему не один, а больше несколько? Почему не один и несколько? Потому что x может делиться на большую степень. А, мы перебираем все степени. Значит, давайте явно выпишем, какие бачи у нас будут. У нас для любого x от 1 до n у меня будут для любой степени двойки q, которая делит x, у меня будет бач dq x p от x. Я не понял, короче, не максимальная степень, а все степени двойки. Потому что x может делиться на большую степень, потому что это доказательство. Поэтому мы перебираем все. Там же написано, что x не делится на два куб. x не делится на два куб. Нет, мы бьем все... Но здесь-то было неравенство только одностороннее. Вот мы одностороннее неравенство 1 меньше, даже минус, или меньше, чем по кубам. Заменили лапс для каждого икса, а мы это играем в доку лапс. Да, именно так. Окей, значит, вот это вот все бачи, как он у нас возникает. И давайте я еще раз напишу здесь четкую бачу, чтобы стереть наконец эту бачу посередине доски. Значит, да, в общем, все понятно же, да? Это может закончиться. Нет, нет. Если чай, повторю. Значит, что это называется бач? Бач? Ширину? Окей. Так, значит, мы поняли, что происходит в первом случае. Теперь я стал придумать второй случай. Итак, второй случай. Когда куб у нас сравнительно большой. Давайте поступим следующим образом. Давайте наш словарик деку, мы его организуем в бор. Но бор будет весьма специфический. Вот вы, наверное, привыкли, что бор рисуется как-то вот так вот, да? Вот там, не знаю, а здесь какие-то буковки написаны. Так вот, наш бор будет выглядеть не так. Он будет выглядеть вот так. То есть, это будет бор, на самом деле, состоящий из развернутых строчек нашего словаря. Но так как бор из развернутых строчек – это такое не очень интуитивное нечто, то мне приятнее его рисовать как самый обычный бор, в котором просто строки как бы сходятся концами. То есть, стрелочки, они ориентированы именно так. И, например, если есть слово АБЦД, то оно может в этом боре возникнуть вот так. Сейчас, в чем разница? В чем разница? Слова нашего словаря читаются в этом боре не от корня к листам, а от листов к корням. То есть, это, если формально говорить, то это… Обратные строки берешь? Да. Я снижу строк изначально не развернусь. Потому что запутаемся сейчас, я как-то катался в этом выступлении, два раза пытался именно так приступить, и вот без этой картинки у меня ничего не получалось. Сейчас мы будем считать некоторую странную вещь. Вот хорошо, если вам угодно. Мы построим T, D, T – это бор от… Привернутых строк. Сори. T, D, да, это бор от перевернутых строк. Окей. Хорошо, но эту картикулу я все-таки оставлю. Это даже называется суффикс Айдреева. Нет, префикс Айдреева. Это хрен пойми что, но дальше такие слова могут и возникнуть. Значит, окей. Я для каждого словаря построил бор из развернутых строчек. Теперь. Утверждение, в которое вы мне сейчас поверите на слово, потому что я, честно говоря, хотел отложить на конец, в надежде, что, может, не понадобится его рассказывать. Значит, утверждение. Планирование. Для каждой позиции И можно определить такую позицию Ж от И, что подстрока с Ж от И по И – это суффикс некоторого слова в ДКУ и при этом наибольшей возможной длины. То есть, Ж от И – это минимальное такое число, что подстрока с Ж от И по И встречается как суффикс в нашем словаре. Давайте я это графически проиллюстрирую. Если есть вот такой Ж от И по И, значит, это Ж от И по И, где оно в этом боли должно находиться? Какой-то лист. Нет, неверно. Мы идем, идем, идем. Это некоторый путь, который начинается в корне и идет куда-то. Причем не обязательно до листания, обязательно до конца, не обязательно до терминальной вершинки. Это просто какой-то кусок, фрагмент пути в нашем борьбе. Окей, утверждение можно за время, за время, за время О от Н вуг Н плюс Н, можно посчитать все Ж от И. Важная деталь, Ж от И, они зависят у нас от КУ тоже, потому что ВОР у нас тоже от КУ зависит, и словарь у нас в ДКУ. То есть, на самом деле, все Ж от И можно посчитать за такое время. В итоге итоговые сложности у нас в ДКУ подраншем добавятся? Нет. Как-то нет? Ну, я их посчитаю при процессе. За Н вуг Н ты считаешь все для одного КУ. Всего разных КУ? Ну, все Ж от КУ по всем КУ. А! Ну, грубо говоря, как понимать сложности? На самом деле, Н плюс размер ДКУ. Если сложить по всем КУ, у которых, в общем, нескольщество, получится Н вуг Н плюс Н. Н вуг Н. У нас кушек различных логарифм Н. Потому что у нас не имеет смысл, что с нами КУ шире, чем строка. Окей. Значит, еще раз. Для каждой позиции можно найти самый длинный суффикс из нашего словаря, который в ней заканчивается. Как это сделать? Ну, вот это самое. Короче, здесь интересные детали. Здесь в статье предлагается развернуть таки строчку, и там что-то пахнет суффиксным деревом. Но я считаю, что я умею это делать без суффиксного дерева, и я это готов рассказать, но там нужен некоторый алгоритм с меня рассказать, поэтому я оставлю это на конечность, чтобы, если что, пожертвовать. Тут здесь, как бы, довольно техническая часть, и мы с парочками делаем. И это дерево делается. Ну, да. Как бы, опытному олимпиаднику понятно, что это должно делаться как-то. Вот хочется еще делать вот ровно за такую сложность, чтобы здесь не вырезало чего-нибудь там. Не знаю, m умножится на что-то. Вот. Но действительно это делается, и я готов в случае, если у нас останется время. Пока предлагаю принять это на веру. Значит, еще раз. У нас есть gq от i. Это минимальное такое число, что... что w в таком вот диапазоне это суффикс кого-то в gq. Окей. Такое утверждение у нас есть. Теперь. Зачем оно нам нужно? На самом деле, нам нужно за следующим. Давайте я это запишу, что-то в другом месте. Ну, то есть, если минимум хранится из возла, можно сразу обновить значение сверху. Поподробнее. Ну, то есть, если мы сразу знаем, куда мы прибежали в горе. Да, пусть мы знаем, куда мы прибежали в горе. Да, и, грубо говоря, нам надо обновить позицию в горе. В корне, да? Надо обновить позицию в корне, да. Да. И если мы сразу знаем минимум, тут уже посчитаны... А что такое минимум? Ну, все значения, которые соответствуют... Что такое минимум, все значения? В сборе у нас некоторые вершинки являются терминальными. Это места, где заканчиваются, на самом деле, слова из нашего словоля. Сейчас, и все листы являются терминальными, ну, и что-то покороче тоже может быть терминальным. Да, ну, типа, что если мы знаем в них значение динамики и не знаем тогда во всех... Ну, здесь значение анкет 0 или 1. Ты хочешь читать, ну... А, ну, 0 или 1, да. Ну, то есть, она значит, что есть просто... Угу, верно. Нам нужно знать, что на позиция, которая отвечает длинным... Ну, давай я скажу еще пару слов, которые я вам сделал. Значит, мы сейчас будем отвечать на какой-то батч. Это вообще цель нашего с вами текущего рассказа. Что такое ответ на батч? Я потому что у вас есть какой-то х. И вот я утверждаю, что если у меня есть батч ширины q, то есть вот здесь у меня заканчиваются все меня потенциально интересующие слова, это позиция х-2. И вот они до сюда будут простираться, это х плюс 2 q. Вот я сейчас захочу определить значение, точнее распространить значение по всем стрелкам, которые переходят через х, и которые имеют длину от q до 2 q. Как это сделать? Вот я буду по отдельности сейчас определять значение для каждого i. Глеб, это тот момент, когда я что-то обрабатываю группами. А именно, для каждого i я сейчас с запросом к некоторой структуре данных, которая знает про значение вот тут вот и про структуру моего вот этого бора, она скажет верно, что сюда приедет единичка или нет. Как нам уже заметили, нужно на самом деле сделать следующее. Мы не хотим q в симптотику добавить, потому что у нас длина батч. Нет? Да. И скорость под корня q есть. Нет. Я хочу именно за такую сложность. У нас же вывод к лотку. Всего есть, у кого сих пор не заемлю. Сейчас. У нас тут алгоритмы, которые обрабатывают батч, он может поставить у единичек. Так, ты говоришь, что у нас хотя бы у единичек. Сейчас. Кажется... Какое там критическое значение было? Давайте вспомним. Обритическое значение было q равно корень кубический и диска млублян. Не то чтобы в этом случае корень из короче, если q больше, чем вот это вот, то я утверждаю, что вот это вот больше, чем q. Я утверждаю, что тогда вот эта вот величина, которая написана тут, это хотя бы тип q квадрата. Ну, да, хотя бы потому, что вот это вот, это больше, чем квадрат. Раз мы предпочли... Блин, нет, что-то не составится сейчас. Нет, тоже может быть тип n примерно, а n на челчейне... q... Нет, если q примерно n, то все зашибись. Потому что... Нет, тогда плюс q может иметь большее значение, чем если м очень маленькое. Ладно, пиши там плюс q, да, я сейчас посчитаю. А, если я больше не пошли, а я очень большая, то это будет... Где слух? А, плюс q? Сейчас. Просто плюс q. А, нет, фу, Вань, ты меня запомнишь. А, да, плюс q можно смело написать. Нет, не, не, нормально. Если ты здесь напишешь плюс q, то по всем батчам это свернется в еще NLGN. Да. Поэтому на него может забить. Это у меня очень просто в случае всего, что его там нет. Да, слушай, да, давай для честности напишем здесь q и... Окей. Как же все-таки ответить на батч ширины q в окрестности точки x? Мы по отдельности для каждой точки I будем понимать, верно ли, что у меня приедет NLGN или нет. Значит, как же мы это сделаем? Вот мы знаем, что самый длинный кусок, который можно от I пройти налево, и этот кусок будет соответствовать какому-то пути по нашему бору, он заканчивается, ну, в вершине, которая соответствует вот этому жку от I. Давайте еще в условия вот этого утверждения внесу, что я буду знать не только позицию в строке, но я еще буду знать прям вершинку в боре. Так. Значит, вершинка в боре... Ну, давайте ее обозначим как V. Вот I. Вот у меня эта вершинка, она вот здесь есть. Окей. Что мне дает знание вот этой вершинки и вот это вот расстояние? Оно мне говорит, что на самом деле больше, чем вот столько я отсюда назад не откушу. Просто потому что дальше идут буковки, которые не встречаются ни в одном слове из моего словаря. Значит, если я какой-то переход и сделаю, то он будет выглядеть как что-то на этом зеленом отрезке вплоть до I. Правильно? Да. Окей. Как же именно выглядят переходы? На самом деле переходы, они отвечают тем терминальным вершинам, которые попали на вот этот зеленый участок дерева. То есть переходы, это на самом деле позиции, которые отстоят от моего I ровно на расстояние до терминальных вершин на этом пути. Теперь, вот если бы я умел быстро делать такой запрос, сейчас напишу такой, то я бы победил. Что же за запрос? Вот давайте обозначим множество единичек на отрезке от левой границы до I за P. Это вот тот самый P, который был у нас здесь, просто я сейчас не буду писать этот под отрезок. Ну, сейчас я уже сократил вектор ровно до той нужной длины. Окей. Вот у меня единички, 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 это множество P. Хорошо. Хорошо. Дальше. Итак, если бы я умел проверять, что I минус L от VQ от I пересекается с позицию P, то я был бы большим молодец. Что такое L? L это набор длин всех слов, которые встречаются на вот этом пути. То есть расстояние от корня до всех терминальных вершин тут. Почему так? Потому что ровно это я записал. Я хочу найти позицию здесь, которая является одновременно и красным крестиком и черным крестиком. Красные крестики это докуда я могу сделать переход, а черный крестик это где у меня единичка в моей динамике стоит. Значит, если я найду какую-то такую позицию, которая бы лежала и вот в таком вот множестве. Заметим, что здесь у меня написано в выражение, видит число минус множество. Это надо трактовать просто как по компонентно. Я взял каждый элемент отсюда и вычел его из I. Вот если он пересекается с P, то я молодец. Иначе нет. Вот давайте я преобразую вот это вот выражение простым образом. Я перенесу L вправо как бы к P. На самом деле мне нужно, чтобы I лежало в множестве L от VQ от I плюс P. И вот этот плюс означает множество всех попарных сумм. Одно число примем отсюда, одно отсюда, складываем и проверяем верность, что I лежит в множестве всех попарных сумм. Понятен ли этот шаг? Структура данных пока не ясна. Структура данных действительно пока не ясна, потому что такой вот структуры данных, который бы умело быстро отвечать на какие-то принадлежности, точки к множеству попарных сумм двух множеств, представить сложно. Но тут будет сейчас идея. Опять? Опять. Я зафиксирую число лямбда. И сделаю следующее. Посмотрите. Вот я захочу предпочитать вот это вот множество для некоторых вершинок. Я не могу его предпочитать для всех терминальных вершинок, точнее для всех вершинок моего бора вообще. Потому что подсчет одного такого множества, это наивным образом делается за вообще произведение размеров множеств. Но если знать, что множество всех попарных сумм в случае, когда элементы небольшие делается с помощью такой техники, как произведения многочленов с помощью быстрого прорезания фурьер, то на самом деле одну такую свертку ее можно осуществить за время порядка кулок куб. Потому что все числа в каждом множестве они порядка куб. Хорошо. Я не могу посчитать вот такое выражение для каждой вершины в моем дереве. Это будет слишком жирно. Поэтому я посчитаю только для некоторых из них, а для остальных, ну как-нибудь разберемся по ходу. Найдем какое-нибудь поближе, для которого предпочитано, и по пути там разберемся, что происходит. Давайте я это формализую. Так. Я хочу что-нибудь стереть. Я хочу вот это оставить. Может основное определение уже стереть? Да, да. Ну давай. Значит, обозначение вы все запомнили. Да, мы помним что такое. Так. Это патч. Ладно. Тоже мы знаем. Окей. Рассказ по-русски. Хорошо. Давайте еще раз приглядимся на наш бор. К нашему бору. Смотрите. Давайте поступим следующим образом. Я сейчас выберу некоторое множество терминальных вершин. Терминальные вершины это красные крестики в моем море. И назову их особенные. Вот ты особенные, и ты особенные, и ты особенные. А вот ты нет. Так. Значит. Значит, у меня теперь терминальные вершины поделятся на две категории. Хорошо. Что же это за разделение? Два листа забыл. Два листа забыл. Два листа забыл. Смотрите. Для особенных терминальных вершин, которых у меня будет не больше, чем размер dq поделить на лямбда. Для каждого из них я возьму вот эту вот свертку. Я произведу. Я посчитаю множество попарных сумм p, которые одинаковы для всех. Это просто множество выигрышных позиций до x, с множеством длин, вплоть до каждого из этих синих крестиков. То есть для вот этого синего крестика я возьму множество, состоящее только из длины его, и сверну его с P. Для вот этого синего крестика я возьму множество, состоящее из такой длины, такой длины и вот такой длины, и сверну его с P и так далее. То есть я предпочитаю вот столько векторов, битовых векторов, каждый из которых я посчитаю с помощью свертки за время Q лог Q. По Q лог Q времени. Таким образом, если мне повезет и какая-то позиция I окажется такой, что она простирается ровно до какого-то синего крестика, то я победил. Я эту позицию смогу вообще за от единицы обработать и понять, верно ли, что в ней в итоге окажется единичка. Мне нужно всего лишь проверить, что I лежит в этой самой свертке. То есть еще раз, для особенной вершины V я считаю множество P плюс L это то место, где задача посчитать именно так. Потому что, да, я использовал для того, чтобы просто достижимости как бы разрулить, я использовал свертку, а как бы так еще что-то сделать, чтобы еще распространить в период какие-нибудь максимумы по ходу, уже непонятно. окей, значит, мы решили только для части вершин. Что же делать, если у меня, например... А, ну, количество способов их можно распространить? Пусть у меня путь оказался какой-то не очень удобный. Он, например, давайте я даже дальше... Ну, да, куда-то куда-нибудь до сюда простирается. И, тем не менее, у меня нету на руках готового посчитанного этого самого вот такой вот свертки. Вот такого вот вида этой вершины плюс P. Ну, что же сделать? На самом деле нужно сделать следующее. Нужно начать двигаться вверх по дереву до тех пор, пока мы не дойдем до ближайшей особенной вершины. Вот я буду двигаться, переходить к каждому следующему крестику, и на каждый этот крестик, ну, придется мне руками посмотреть. Что начать посмотреть руками? Означает, что если я наткнулся на крестик на расстоянии, там, T, то мне нужно на моей вот этой вот картинке честно отступить на T и проверить, нет ли здесь единички. А ты просто как? Электроход построишь и через лямбу, более-менее поставишь точку? Ну, да, можно так, как ты сказал, но... Вся цель такая, чтобы точек было мало, и чтобы растание до ближайшей было небольшим. Именно так. В данном случае модуля это количество слов или рассматриваешься? Это количество слов. Это должно быть количество терминальных хоршин здесь. А, мы просто его как-то сожмем, чтобы можно было по ним быстро прыгать? Да, ну, сейчас будет техническая деталь, а именно, как быстро переходить, например, к ближайшему крестику сверху. Но, на самом деле, нужно про каждую вершину в Боре запомнить ссылку на ближайшую терминальную вершину сверху, и еще дополнительно для каждой терминальной вершины запомнить ближайшую сверху. Ну, мне кажется, то же самое, просто нужно сказать, что ближайшую сверху отличную от себя, типа так. Вот. Теперь, хочется выбрать такое множество, чтобы это было не бесконечно неэффективно, вот то, что мы здесь делаем. Вот давайте поймем, со сколько... Давайте я скажу, как будет выглядеть множество. На самом деле, в нем будет вот столько вершин, и будет верно, что от любой терминальной за не более, чем лямбда-прыжков я доберусь до какой-то особенной терминальной. Вот я считаю, что всегда можно построить такое множество особенных терминальных, которые для них удовлетворяют этому свойству. Как же это сделать? Ну, здесь есть множество разных способов, и в этом месте у авторов статьи было несколько сложнее, чем надо. Я бы сказал следующее. Я бы сказал, что нужно для... Вот не знаю, Максим предложил предоставчивый вариант. Он сказал, что нужно рассмотреть в обход дерева, которое состоит только из крестиков, и в нем взять каждую лямбу... Отмеченную... Ну, просто каждую... Это не получается, это расстояние же включается, а не терминалы, поэтому... Не можешь посмотреть дерево только из крестиков. Нет, расстояние я считаю только терминалов. А, да, 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 да. Я только по терминалам. Говорят, это неверно. Да? Я пока не уверен, но у меня есть контрпример. Я пока не готов утверждать. Сейчас. Что значит взять каждую лямбдовариантов? Ну, в терминалов в обходе? Мне, вот я, скажем так, руку на течение не дам, но я могу точно сказать, как верно. Нужно, на самом деле, сказать следующее. Нужно сказать, что я рассмотрю один из лямбдовариантов. А именно, я рассмотрю множество А и... То есть, перед тем, кто скажет еще раз, какое условие нам нужно выполнить? Нужно, чтобы от каждой... Во-первых, я дерево сжал, у меня остались только крестики. Крестики и красные и синие. И красные и синих у меня еще нет. Синих хочу построить, у меня просто пока красные крестики. Впрочем, у меня осталось дерево. Я хочу выбрать некоторое множество вершин, так чтобы их было не больше, чем размер дерева делить на лямбда, а расстояние от любой вершины до отмеченной сверху было порядка лямбда. Вот я вам могу сказать, очень простой способ это сделать. Давайте рассмотрим множество АИТА. Это все вершины на глубине, которая сравнима с И по модулю лямбда. В данном случае глубина, это, собственно, то самое расстояние крестиков, количество крестиков до корня. Дальше из них просто нужно сделать самое маленькое, потому что все эти множество А, вплоть до А лямбда-1, они в объединении дают все крестики, вот их столичка. Значит, минимальный из них, по принципу, дерево и микро стоит вот такого размера. Хорошо. Я сделаю вот это и таким образом положу, какие крестики у меня будут особенные. Давайте поймем, за сколько у меня после этого будет работать ответ на мой патч. Он будет работать за следующее время. Сколько у вас предпочета? Предпочета у нас. Это большая форму. Предпочета у нас. Вот это, еще раз повторяю, сколько всего красных крестиков. Вот это, это сколько из них особенные. Каждый из них я обрабатываю за одно вычисление свертки, за время Q. Плюс, теперь мне нужно ответить на все мои запросы. То есть, для каждой той позиции справа понять, верно ли она отключена или нет. Плюс Q. Да, я зря тогда затупил на этот вопрос, что там наверно. Хотя бы Q там, конечно же, сейчас будет. Плюс Q умножить на сколько. Вот если я для вершин, для позиции И знаю вот эту вот самую ЖК от И. Знаю вершинку, которая соответствует в более. Просто на лямбда. То мне нужно сделать не более чем лямбда прыжков вверх, дойти до ближайшей, а дальше за вот единицы я отвечаю. Значит просто плюс Q на лямбда. Давайте я еще это сверху оценю. Вот мне нужно понять, сколько у меня максимум в Q может быть элементов. Скажите мне про нас, сколько у меня максимум в Q может быть элементов? М? Нет, нет. Плохо. Плохо. Я знаю, есть определение, что такое DQ. Видимо. Q длина Q до 2 Q. Да, знаешь, сколько может быть элементов в DQ? 2 степени 2 Q. Почему 2 степени? Нет, он сказал, сколько уже есть различных строчек на длинарном фрейте. Ну еще раз, у тебя суммарная длина всех слов M. Да. Здесь множество слов, каждая из которых длина хотя бы Q. Значит, сколько у этих слов максимум? M делить на Q. Отлично. Значит, DQ можно оценить как M делить на Q. Q сократится, останется M log Q делить на лямбда. Плюс Q умножить на лямбда. Ну, нам нужно определить лямбду, которая бы минимизировала вот эту вот штуку. Это мы видели, наверное, много раз. Все, может быть, на собеседнии. И утверждается, что для того, чтобы вот эта штука была как можно меньше, я возьму, чтобы слагаемый полированный. И тогда значение будет корень квадратный из произведения того, что стоит при лямбда и при 1 делить на лямбда. Непонятно. Вот, с одной стороны, как бы здесь есть плюс Q, а с другой стороны, вот, в итоге, то, что написано здесь, как твоя заявила Ваня, по нему так сходу не скажешь, почему оно больше, чем просто хотя бы Q. Ну, казалось бы, M у тебя больше, чем Q. М у меня хотя бы Q. Тогда слов нет просто. Красавчик. Правильно? Нет, это неверно. Это верно. Потому что, если M больше, чем Q, значит, если M меньше, чем Q, то, значит, самое длинное слово вообще у нас есть, а на длинное меньше, чем Q. А в Q у нас все слова хотя бы Q. Окей. Значит, M хотя бы Q, а значит, вот эта штука больше, чем Q. Значит, можно вот это не писать. Огонь. Хорошо. Ну, что, кажется, мы победили. Вот, кажется, сюда нужно написать плюс N лог N. И единственное, что осталось такого нетривиального понятия, это почему, как можно посчитать, собственно, вот эти вот самые переходы, которые я грозился отложить на потом. Ой, слушайте, времени почти не осталось, я очень хочу рассказать эту самую другую вещь. Я хочу рассказать, как, собственно, почему это теоретически верная оценка. Хотя бы намекнули. Хотя бы намекнули. Нет, наверное, я как бы во все детали. Я хочу из-за мощной склады. Нет, вдруг или вот на это у них в статье примерно три страницы, а на объяснение, почему нельзя лучше, там примерно шесть страниц, потому что там выкладки, 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 но идея там очень простая и красивая. Я прям, я поправился. Значит, смотрите, есть ли вопросы по этому, кто-то хочет что-нибудь уточнить? Мы не разобрали вот это. Это, как бы, желающим в рамках уже после семинара, я готов это просто рассказать, просто чтобы времени не отнимать. Значит, причем потому, что мы сдержать минут на десять. Ну, нормально. Так. Да, еще заметьте такую забавную штуку. Вот, на самом деле, у нас было по ходу того, как мы добрались до этого корня кубического из MLGAM, у нас было целых два трейдов. Один был каким алгоритмом пользоваться вот тут, а во-вторых, в этой сложности уже зашит трейдов в виде этой лямбы. И это, на мой взгляд, довольно необычно. То есть я раньше не видел такого, чтобы, не знаю, какой-нибудь кубический неожиданно получился, как два раза корневая оптимизация, примерно вот. Если так называть эти вещи. Вот. Не знаю, Максим скажет, что это стандартный трюк, но вот я такого не имею. Хорошо. Давайте я что-нибудь сотру. Все. Наверное, заметь, будет тут оптимизация однократно, будет будет фотография. Что? Нужно то, что здесь оптимизация и оптимизация и приводит к кубическому. Ну вот так, да, да. Потому что, типа, вот эти вот три возможности, а не в критическом случае, да, кул около этого самого корня кубического, они все дают одну и ту же. Все слагаем, они примерно даже в порядке. Итак, давайте наконец поймем, что значит, что это теоретически, в кавычках, может быть оптимальный при некоторых предложениях. Значит, смотрите. Утверждение. Давайте рассмотрим задачу. К кликам. К кликам. К кликам. Значит, что же это за задача? Нам дают граф К кликам. К кликам. К кликам. К кликам. То есть, подножство вершин такое, что любой вершин к соединению. Хорошо известно, что если К это параметр задачи, то данная задача является НП полной. И надеяться на что-то хорошее не приходится. Но можно изучать дальше. Можно сказать, что К это должен быть не параметр, ну типа он не записан на входной ленте, а значит это некая константа. Вот утверждается, что алгоритмы, которые располагает сейчас человечество для того, чтобы решать эту задачу, к сервину К, он не устанавливается следующим образом. Вот для К равно 4 есть алгоритм за какую-то кромскую сложность, что там какие-то там, какая-то константа здесь написана. Меньше четырех, заметьте. Меньше четырех, что довольно таки никому. Потому что наивный алгоритм, он работает ровно за Н в К, как можно догадаться. Но, действительно здесь меньше четырех, но вот есть одно обстоятельство. Вот это меньше четырех, оно получается с использованием очень мощного арсенала, которое располагает на себе, например, маточное умножение быстро. И дальше, прика больше чем четыре, насколько мне известно, дальше, единственные капли, которые смогли что-то выкусить, то есть здесь еще равно три, понятно. Матричное множество. В чисто видах треугольники, там вообще на самом деле сложность-то меньше. Там из Баграти. Там из Баграти. Ну ты рассказывал, это же не со мной. Да. Да. У нас ядно не больше чем в квадрате. Ну короче, явно не больше чем в квадрате, точно может. У нас в квадрате быстрее, наверное, получится. Да, явно не больше чем в квадрате, да, все правильно. Но не важно. Карфу 3 мы исключим из рассмотрения, потому что сейчас поймём почему. Вот прикарно 4 умеет так, прикарно 5 и выше, там мрак, короче. Значит лучшее, чем умеет прикарно 5 и выше, n в катой, на самом деле делить на логарифм к минус первой степени. Вот, здесь прибежали несколько русских, причем несколько русских в формате одной, кажется, болгарской девушки-ученой, которая только там в начале 2000-х. Она только тем, что она болгарская. Ну, типа, да. Нет, она знает терминологию. Она сказала, что я почитал ее статью, там, метод четырех русских, и, честно, сослалась на доклад в... Академия наук. Да, 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 там что-то, это самое, вестник советских, Академия наук Советского Союза, да. Так вот, вот, и за что умеет так, заметим, что это О от n в степени К минус О малой от единицы. Вот я тебе так запишу. На самом деле, для К равно 4 можно тоже условно написать, что это вот такая сложность, если закрыть глаза на то, что существуют алгоритмы, которые стоят маточное умножение. И вот тут возникает такой интересный термин. Утверждается, что алгоритм называется комбинаторно, если в нем ни много ни мало нет матричного умножения. Это весьма дурацкое определение. Можно увидеть в нем множество разных дыр. Кажется, что арабанды и матричное умножение можно провести. Да, можно как-то быть извернуться и под видом матричного умножения провести матричное умножение. Тем не менее, оказывается, это довольно распространенные термины во всяких статьях. Я почитал просто рефлекс этой статьи, и оказывается, все понимают под этим примерно одно и то же, но каждый вкладывает тот смысл, какой хочет. И, в общем, автор этой статьи вкладывает такой смысл. Алгоритм, в котором нету слов матричного умножения, это комбинаторный алгоритм. Я немножко об этом думал после аннотации. А почему они разрешают это повторить? Это отличный вопрос. Ты просто сорвал меня с языка. А это вопрос? А FFT считается комбинаторным алгоритм? Ой, комбинаторнее некуда. Всего вложить в циклическую группу разного размера. Значит, гипотеза. У задачи К-клика Как слово клика пишется, ты не посмотрел, а вот гипотеза не полетился. Нет, я посмотрел, здесь я начинал по-английски, а здесь по-английски. Нет, в смысле, очевидно, я начинал по-английски, а потом увидел такую шутейку и решил написать как ли-к. Потому что это первый гость вам не знаком. Значит, значит, как ли-к нет комбинаторных алгоритмов быстрее, чем вот это самое о от n в степени к минус у малой от единицы. То есть, уменьшить показатель степени комбинаторными способами, не спрашивайте меня, что это значит, это невозможно. Вот если принять эту гипотезу, то мы сейчас докажем, что нашу задачу решить быстрее, чем за время. Значит, наша задача это World Break. То есть, я не понимаю, как по алгоритму понять, что он не комбинаторный алгоритм. Это детали, ну правда, как ты начинаешь. Это как тезис черта, это не какой-нибудь там стронглей гипотезы. Стронглей гипотезы совсем не про это, но он там тоже пробегал как бы рядышком. То есть, в отличие от этого, стронглей гипотезы, он вроде как формулируется стронгой. Значит, окей, вот это жаль, что World Break лучше, чем за столько не делается. Почему? Вот как может выглядеть в предположении этого доказательство такого утверждения? Сведение. Сведение. Действительно, нужно научиться сводить к клипу к экземпляру задачи World Break. Вот сейчас мы с вами построим за оставшееся время сведение следующего вида. Если есть граф g равно v, e и константа k, то я сейчас подстрою экземпляр задачи World Break, в котором m равно порядка v в 1, а размер словаря, он порядка v в кубе. Легко видеть, что если мы как-то научимся решать комбинаторно быстрее, чем за n, m в степени 1, 3, ну скажем, здесь одну четверть напишем World Break, то тогда, подставив вот этот вот экземпляр, поставив в этот, продав этот алгоритм по этому экземпляру задач, мы также решим к клипу быстрее, чем за такое время, что невозможно по strongly believe, значит, автору статьи, которая не читал. Вообще статья, как бы такая, довольно, как оказалось, известных ученых, и вообще ее там типа на последней соде, там две недели назад ровно рассматривали, и вообще это прям, говорят, заслужило какие-то аворды, и, короче, прям статья вроде как основательная, значит, наверное, это все имеет право на существование. Давайте научимся конструировать, там довольно забавная конструкция. Вот смотрите, что мы хотим сделать. Нам дают граф и дают константу k. Мы хотим придумать сравнительно небольшой словарик, который ограничен размером количества вершин в кубе, и довольно большую строку, которая обладает тем свойством, что она разбивается на слова тогда и только тогда, когда в нашем графе есть клика размера k. Как может выглядеть такой словарик и такое слово? Вот мы последовательно построим три гаджета. Гаджет A, гаджет B и гаджет C. Что такое гаджет A? Вот он проверяет следующее условие. Ему даются на вход некоторая клика C размера k-1, клика размера k-1, а также граф, а на выходе он строит слово, которое проверяет, что к этой клике C можно добавить одну вершину выжитая, что C в объединении с выжитая это тоже клика. То есть A это будет конструкция слова и словарик, который проверяет условие, что для данной клики размера k-1 можно добавить одну вершинку, которая сделает клика размера k. Как может выглядеть... Ладно, я не буду говорить, что давайте придумаем, давайте я вам расскажу, как выглядит соответствующий словарик и слово. Выглядят они довольно просто, значит нужно сделать следующую конструкцию. Эта клика, которая нам дана, давайте обозначим, что она состоит из вершин v1, v2 и так далее vk-1. Вот у нас будет алфавит, алфавит размера... А, мы еще про алфавит не поговорили в этой задаче. А он констант. Да, вроде нет. Вроде как все алгоритмы, которые используются по ходу дела, они используют... Дополнительные алгоритмы. Потому что ему нужно, потому что он просто хранит переходы в хэш таблицы, да, и например, алфавит... Углич хэш или таблиц. Тогда про хэш и... И вперед теперь. Ну, ладно, чуть быстрее, я хотел поговорить в алфавит, а еще какие-то детали, а не важно. Окей, значит, в нашем экземпляре у нас будет алфавит размера, количество вершин. То есть, каждой решетке будет, соответственно, своя буква. Мы будем обозначать эти буквы любитым образом, один и так далее. Я думаю, она у меня уже использована, ну, эти v. Значит, один так далее, это будут буковки. Также у нас будут две специальные буквы, доллар и решеточка. Как же будет выглядеть итоговая строка? Я думаю, что он должен быть следующим образом. Доллар. 1, 2, v. Что другое Dag, мое sinn. Решёточка. В-1, давайте я по string, это v и один, в и два, и так далее. То есть, у меня вершинки это v1, v2, и так далее вв. Как и лечение состоит из вершинки с номинами и один, и так далее, и камеру снатип. Окей. Тогда дальше должно следовать и один, потом решеточка, потом снова все буковки с первой по в эту, потом решеточка, потом и два и так далее. Вплоть до чего? Вот и камеус первая, решеточка, один, два и так далее, и другой. Посмотрите, такая длинная строка, у нее уже длина имеет порядок k умножить на v. Какой же может придумать словарик, который определяет, можно ли какую-то вершинку присобачивать к вот этой клике, чтобы снова получилась клика? Вот оказывается, нужно сделать следующее. Давайте посмотрим словарик, который для... Это была строка, удобная. Теперь словарик. Давай. Во-первых, для любой вершинки j, он будет содержать доллар, один, два и так далее, j, минус один. Также, для любой вершинки j, он будет содержать точно такое же окончание, ну почти такое же. Он будет значатся с j и вход до v, потом в доллар. Что это означает? Это означает, что у вас будет слово, которое позволяет откусить какой-то префикс, и слово, которое позволяет откусить какой-то суффикс. Теперь самое интересное. Если у нас есть ребро между i и j, между v, i и v, j, то тогда должно присутствовать слово следующего вида. j, j, и так далее, v, решеточка, i, решеточка, один, и так далее, j, минус один. Конец. Вот это вот словарь, вот это вот слово. Давайте поймем, почему такой словарь, если он разбирает наше слово, то тогда у нас есть клика. И наоборот. Давайте вообще поймем, как таким словарем может выглядеть разбор нашего слова. Ну, префиксы, фиксы, откусили, а потом перебрали все, ну, собственно, вот этим уже заполнили всю серединку просто. Да. Ну, смотрите, давайте по порядку. Значит, вот мы сначала откусываем какой-то префикс. У нас единственное слово, которое позволяет откусить префикс, это вот такое. Это означает, что мы на самом деле фиксируем, вот когда мы проводим какой-то разрез здесь, на самом деле в этот самый момент мы фиксируем, чему равно j. То есть мы фиксируем некоторую константу j. Оказывается, дальше все переходы возможно совершать только если j соединено по очереди с каждой из вершинок, которые написаны между решетчиками. Например, как я могу пройти дальше через вот это i1? Только с использованием такого слова, которое существует только в случае, если либровый и в j присутствует график. Хорошо. Значит, мы научились делать гаджет, который проверяет, что к данной клике, размером k-1, можно прифигачить еще одну вершинку, чтобы снова получился клик. Это гаджет A. Теперь, гаджет B. То же самое, только C, это k-2 клика. Это второй шаг из трех, третий будет. C, это k-2 клика. Нужно проверить, существуют ли vg1 и vg2. Если они существуют, то слово нужно разбираться, иначе нет. Значит, гаджет B получается очень просто из гаджета A. Нужно просто проконкатинировать гаджет A, то есть это слово W, с самим собой через еще один какой-нибудь эффективный символ. Давайте обозначим эффективный символ за ямпля. Собачка. Собачка. Давай собачка. Значит, вот давайте здесь напишем собачку, а дальше ровно такое же слово. Как нужно промодифицировать слова, чтобы все было хорошо? Вот смотрите, мы уже умеем как бы начинать, умеем заканчивать. И на самом деле все, что нам нужно сделать, это вот какой-то переход вот тут вот. Вот можете мне объяснить, как должен выглядеть переход, чтобы он проверил... Ну, значит, какое еще одно дополнительное слово нужно наложить? То есть, что ребро между W1 и W2? Между WG1 и WG2, да. Социации с длины N-W1 и W2. Да, да. Нужно добавить ровно одну категорию слов, а именно для WI и WG нужно добавить способ перехода через вот эту вот границу. А именно, он должен выглядеть как G1 и так далее, W, доллар, собачка, доллар, 1 и так далее, G2, минус 1. То есть, мы такой добавим, то на самом деле мы проверим вот тут вот условие, что WG1 и WG2 соединены, а вот тут вот, что WG1 соединена со всеми, а вот тут вот, что WG2 соединена со всеми. Окей, мы уже почти пришли к успеху. Мы уже для одной клики, точнее так, для одной недоклики, недоклика это клика размерка минус 2, ну, через проверять, можно ли ее добить двумя вершинками до клики. Хорошо, наконец, гаджет C. Ну, это вот прям последнее предложение моего рассказа, я его не буду выписывать, потому что нам проще рассказать, что он делает, чем выписать. Итак, гаджет C устроен следующим образом. Нам хочется каким-то образом взять гаджет B и WF-K-2 раз его повторить. Вот хочется какую-то такую конструкцию. То есть, у нас, наша строка будет состоять из WF-K-2 экземпляров гаджета B. По одному на каждое недоклику. Если у вас есть недоклика, которая распространяется до клики, то тогда у нас есть доклика. Иначе нету. Замечу, что гаджет... Сейчас, что-то я не срослась немножечко с какими-то... Да, что-то у меня по длине пока не срослась. Нет, все сходится. У тебя вот эта строка имеет... А, у тебя вот эта строка имеет длину в квадрате. В квадрате. В квадрате, да. Она имеет длину... А, она имеет длину ВК, а не в квадрате. Все нормально. К это параметр, это константа, поэтому он сложно не учитывать. Все правильно. Если гаджет B имеет длину В умножить на К, то тогда все это в совокупности имеет длину КВ, К-1, и К мы не считаем константы, и все за шипец. Окей. Осталось понять, как взять логическое или от всех наших этих гаджетов. Вот тут основной прикол. Вот утверждается, что нужно заменить каждую буковку, на самом деле, на три буковки. Если мы заменим каждую буковку на три буковки, то дальше... Не надо смеяться. То дальше мы будем делать следующую схему. А именно, вот у нас есть гаджеты, отвечающие разным недокликам. Вот я утверждаю, что есть одна та самая клика, которая... Та самая недоклика, на которой ответ да, и значит она порождает клику. Вот я утверждаю, что мы эти проскипаем, откусывая по три буквы, дальше вот это мы некоторым особым образом обработаем, и дальше мы снова будем откусывать по три буквы. В чем прикол? В том, что пока мы откусываем все до вот этой самой критической недоклики, мы будем находиться в позициях, которые сравнимы с нулем, по-моему, две три. То есть мы всегда будем оставаться в позиции, которые кратно трём. Дальше, откусывать ту самую недоклику, которая является критической, которая нам дает ответ. Мы будем переходя по позиции, сравним с единичкой, по-моему, две три. И, наконец, доходить до конца мы будем по позиции, которая сравнима с двоечкой, по-моему, две три. При этом в конце у нас будет написано нечто такое, которое детектирует верную, что мы пришли к нему с остатком два. Если мы придём к нему с каким-то другим остатком, у нас просто конец не разорвётся. Осталось понять, как это сделать. Ну, в этом месте я позволю себе просто помогать руками. Нужно сказать следующее. Вот, кажется, нужно ввести две операции. Одна операция – это расстроение методом альфа-точка-бета, а вторая – это расстроение методом точка-бета-альфа, которое означает, что мы берём каждую буковку в строке и заменяем, берём последовательно альфа, буковка, а потом бета-бета. Для альфа-бета – это ещё две эффективные буковки. И если взять и применить просто в лоб вот эти преобразования к нашему словарю и ещё добавить тут два слова, то можно такую конструкцию породить. Ещё раз, мы получим таким образом словарь какого размера. Словарь будет размером V в квадрате раз, строка длины V, V в квадрате раз. Но это всё маленькое. Значит, V в квадратный размер словаря, а для строки будет V в камеру сперва. Окей, значит, предположение странной гипотезы. Мы получили странный результат. Мне кажется, это успех. И, значит, всем спасибо за внимание. Если это какие-то вопросы, я могу ответить и могу сейчас это самое уже на правках. Могу, короче, рассказать, как делать тут самое, считать для позиции перехода назад, но в смысле в этом месте можно идти, если кому-то хочется. Что, ты сказать за стой или без доски, или не знаю. Здесь все-таки энтузиасты собрать. Могу это. Значит, просто рассказывать. Кто не хочет, может уходить. Короче, единственное, что у нас осталось в рассказе про алгоритм, это понять, как для каждой позиции найти самый длинный переход влево, который является суффиксом в нашем развернутом боре. Вот давайте в этом месте я для простоты изложить действительно реверсную и бор, и строчку. И после этого переформулирую задачу следующим образом. У нас есть бор, и нам нужно для каждой позиции найти переход в предмот, который является куском пути по этому бору, то есть префиксом какой-то строки. Задача очень похожа на то, что делает алгоритм Оху-Карасик. На самом деле алгоритм Оху-Карасик сделает почти то же самое, только он ищет не максимальную строчку, которая стоит вправо, которая является префиксом, а он ищет максимальную строчку, которая стоит влево, который является префиксом тут. На самом деле между алгоритмами вот я сейчас выпишу некоторых алгоритмов. Вот есть аглоритм Оху-Карасик, есть алгоритм кмп или фон politics, А есть также алгоритм, удивительным для меня образом, то, что у нас называется Z-функция, причем в интернете его очень не любят называть Z-функция, не знаю, Макс может подскажет, есть какое-нибудь каноническое название для Z-функции? Z-функция – это термин, употребленный в книжке «Деревья. Строки последовательства». Газфер, да. Газфер, да. Газфер больше нигде такое название не употребляется. Это для меня удивительно, потому что, во-первых, это абсолютно эквивалентный способ делать KMP, и это еще, как бы, я слышал, сам не проверял, слышал, что он вообще должен быть на практике быстрее, чем при X-функции, потому что тут нету, тут только последовательное чтение, ну, я имею в виду продвижение, знаете, по помощи части последовательного чтения по памяти. Не знаю, причем. А разница такая, правильно? Потому что у тебя переходы назад, вот когда ты делаешь это failure function, переход назад делаешь… Да, и пересматриваешь тоже в Z-функции. Ну, ты тоже в грандурной позиции прыгаешь. Я тоже прыгаю. Ну, не знаю, хорошо. Ну, короче, мы строим аналогично, как Ахакарасик как бы для префикс-функции обобщает некое сектору, а теперь мы обобщаем для Z-функции. Да, вот можно… Значит, как Ахакарасик обобщает префикс-функцию, позволяя сделать несколько образцов, значит, также можно придумать алгоритм, который общает Z-функцию, давая тоже несколько образцов. Вот у него я вообще не нашел название по-английски, то есть я не знаю, есть ли у него какое-то вообще принято. Наверняка кто-то где-то эту статью описывал, но просто почему-то это не стало популярным, и вот. И это исключительно из каких-то там, из какой-то олимпиадных среди услуги… Ну, Вакс, ты можешь придумать название? Тот самый алгоритм. Задкарасик. 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 Отлично. Я назову этот алгоритм Z-карасик. И вот именно это… Ты не выключил еще раз? Не нажал на кнопку ногой? Тогда он войдет в историю. Значит, как же это сделать? Ну, смотрите. Z-функция, поиск образца Z-функция, он начинается с чего? Он начинается с того, что мы наш образец аннотируем той самой Z-функцией. То есть мы каждой позиции в образце сопоставляем значение Z-функции. Значение Z-функции – это вот точку определения. Самый длинный блок вперед, который совпадает с некоторыми комплексами нашей строки. Вот точно так же у нас. У нас есть слово W, у нас есть словарь D. Вот мы этот словарь D аннотируем некоторыми значениями, и потом пойдем по строке W считать Z-значение внутри строки W, оглядываясь на Z-значение внутри словаря. Давайте я нарисовал вот словарик, давайте я еще рядышком нарисую наш словарик как есть. Наш словарик как есть – это сколько-то слов. Заметим, что каждому слову здесь, каждой позиции в каждом слове здесь однозначно сопоставляется, какая позиция в боре отвечает вот такому вот префиксу. То есть мы можем, построив бор, одновременно сохранить все нужные сопоставления. Будем в частности знать для каждой позиции каждого слова, где оно живет вот тут. Теперь я хочу посчитать следующий массив. А Z – это житая – это для житой позиции. Для житой позиции в этом слове какой длинный блок вперед можно выделить, который является префиксом внимания какого-то из этих слов. Возможно того же самого, возможно кого-то другого. То есть это самый длинный блок вперед, который отвечает какому-то пути по нашему углу. Как я буду считать эти Z – это житые? Я буду их считать в порядке возрастания Ж сразу по всем И. То есть на очередном шаге я сейчас посчитаю Z – это житые для фиксированного Ж сразу для всех строчек. Ну, имеется в виду для всех тех строчек, которые имеют длину хотя бы Ж. Как я это сделаю? Давайте я для каждой строчки, как и в обычном алгоритме Z-функции, буду хранить… Вот у меня есть позиция Ж, я буду хранить самый правый Z-блок, который у меня сейчас есть посчитанный. Заметьте, что он зависит от строки. То есть у меня будет самый, ну скажем… не знаю, давайте, M – это житая, не, M – плохое, P – это житая, это позиция самого правого Z-блока из тех, которые мы уже посчитали в этой строке. Окей. Как же мне сейчас в этой строке найти значение Z-функции вот тут? Ну, очень легко. Нужно сказать, что, во-первых, у меня есть Z-блок. Этот Z-блок отвечает префиксу в какой-то другой строчке. Вот эта вот позиция Ж намапится в какую-то другую позицию. Если у нее здесь Z-блок был коротенький, он не добивал до границы, которая отвечает моему текущему… Ну, короче, прав. Вот тому, куда переходит вот это место, в общем. Если Z-блок не добивает до сюда, тогда можно просто взять значение Z-функции S-is. Если он добивает, то здесь Z-блок был длиннее, чем надо, тогда утверждается, что нужно сделать следующее. Нужно сказать, что здесь Z-этажитая хотя бы до сюда, после чего встать в позицию в боре, которая отвечает вот этому месту, это какая-то позиция в боре, и просто начать, идя по символу вот тут, перемещаться параллельно по бору. Пока мы можем переместиться, пока у нас очередной символ не окажется таким, что вот этого X отсюда нету, значит, у нас можно расширять наш текущий Z-блок. И это делается амортизировано, это нам все стоит линию, потому что у нас при каждом таком расширении, вынужденном, которое состоится в перемещении по бору, мы двигаем правую границу Z-блока для этой строки, значит, суммарно эта ситуация продолжает не более чем прямо. Ну, отлично, идем, 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 доходим до нужного момента, когда не смогли, остановились. Таким образом, мы посчитали значение Z-функции для каждой позиции, каждой строки. Есть ли вопросы по тому, как мы считаем вот эти значения Z-функции в наборе? Я специально написал рядом и бор, и набор строк, потому что строк, говоря, значение Z-функции, оно зависит не от вершинки в боре, а оно зависит от вершинки и строки, на которой мы живем. Потому что нельзя просто там взять набор и сказать, что такое самый длинный вперед идущий блок, который читается в этом боре, мы не понимаем, куда пойдем налево-направо. Окей, значит, есть ли вопросы? Вроде это естественно приложение подсчета Z-функции на набор строк. Хорошо, а как теперь с помощью этой штуки посчитать то, что нам надо? Ну, очень легко. Надо сказать следующее. Опять же. То есть структура – это такая пара будет? То и кого в конец? Структура – это будет… Ну, здесь кажется, что бор можно выкинуть после этого всего подсчета. Мне кажется, что нам будет достаточно… Подожди. А где мы теперь строчку будем читать, которая непосредственно в фрагмент? Мы ее почти никогда… Сейчас… Ладно, убедкашу убедил ее. Бор нужно оставить и нужно… Правильно. У нас в структурах будет пара и сбора, и набора строк. И сбора, и набора. Вот. Значит… Вот наша позиция «И». Мы знаем… Давайте начинаем, что инвариант у нас такой. В момент, когда мы обрабатываем нашу позицию «И» – это уже слово, которое не живет вот тут. Кстати, мне пришло в голову, что нам ничего не мешает после слова «W» добавить к нашему словарю и запустить этот алгоритм. Кажется, что это будет. У тебя там не будут проблемы с целых референсами какими? А можно в его начало добавить доллар? А, и в его начало добавить… Сентинал, да? Значит, если я в его начало добавить… Да, правильно. Все, я не смогу прочитать. Короче, да, правильно. Нужно добавить слово «W» в наш словарь и в начало к нему приписать доллар. Если будет вот так, то тогда любой Z-блок, который вообще есть в этом слове, он обязательно будет выглядеть как префикс какого-то другого слова, потому что он не может вот так вот выглядеть. Здесь нету доллара. Вот. Кажется, что это успех. Окей, да. Так еще проще, наверное, объяснить. Ну, даже некогда такой хак. Можно сказать, что можно сформулировать это все без изменения словаря. Можно сказать, что просто мы идем по слову «W», точно так же держим самый широкий блок, про который мы знаем, что он соответствует чему-то в нашей этой структуре. И там, если то, где мы сейчас стоим, соответствует чему-то короткому, то не судьба, а если оно добивает дальше, то мы встаем вот сюда, мы знаем, какая это позиция в боли и явно начинаем по поводу перемещаться. В общем, для каждой позиции можно узнать, как далеко вперед простирается префикс какого-то слова из словаря. И это делается за линейное время. И что хочу сказать? Я хочу сказать, что у автора в этом месте была собственная структура. Вот, поэтому классно, что мы знаем такую классную структуру данных и нам не обязательно писать собственно деле в этом месте. Вот. Я объясню, как оно работает. Есть ли какой-нибудь вопрос? Тогда окончательно спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ